Врачам не обращаться 10 минут, и вы видите, не нужно сидеть дома. Конечно, никто не застрахован. Русская катаракта. И человек теряет зрение. Несвоевременная диагностика – одна из причин появления такого коварного заболевания, как глоукома. Обследование проходит в несколько этапов. Занимает всего немного времени. Мы находимся в клинике микрохирургии глаза. Это программа по существу. МНТК микрохирургии глаза имени академика Федорова Минздрава России. Чебоксарский филиал. Более 25 тысяч высокотехнологичных операций в год. За 34 года работы помощь оказана 800 тысяч пациентов. В клинику приезжают люди со всей страны и зарубежья. Чебоксарский филиал оснащен новейшим диагностическим и операционным оборудованием. Возглавляет клинику заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Надежда Поздеева. Около 200-250 пациентов. У нас есть диагностика, которая делится на диагностику для взрослых и для детей. Первое ощущение, когда я зашла, полное погружение в какой-то космический корабль, такая лаборатория. Вообще, это задумка нашего учителя, нашего основателя, академика Святослава Николаевича Федорова. Он бывал за рубежом, он видел вот эти вот необычные операционные, и он решил, что именно такими должны быть наши операционные тогда еще в Советском Союзе. И все операционные во всех филиалах, а нас всего 10 по стране, все такие. Сколько операций в день проходит здесь? В день мы делаем от 100 до 200 операций, 25 тысяч операций в год. Это очень большой объем. Как вам удалось выйти на такие показатели? Не нужны большие разрезы, мы все делаем через маленькие проколы, и это значительно ускоряет сам процесс операции, и, соответственно, становится операция более безопасная. Исследовательский центр Чебоксары считается одним из передовых. Как вы сохраняете лидирующие позиции? Мы отличаемся тем, что мы сами разрабатываем, внедряем наши технологии, которые разработаны именно нашими хирургами. Я правильно понимаю, это какие-то авторские разработки? Да, конечно. Некоторые из них признаны теперь не только в России, но и за рубежом. Если, например, говорить об искусственной радужке, созданной у нас в Чебоксарах, вот эта наша радужка сейчас в мире получила признание. В Европе она имеет сертификат, она имеет американский патент. С европейского рынка мы вытеснили очередную европейскую компанию, которая производила аналогичные радужки. Уже две компании ушли с рынка благодаря тому, что наши радужки занимают вот эти позиции, на которых раньше они работали. Во-первых, это дешевле, во-вторых, это качественно, и, в общем-то, это признается во всем мире. Операция по удалению катаракты считается одной из часто выполняемых во всем мире. В вашем центре тоже такая ситуация? Мы делаем около 7 тысяч операций по поводу катаракты в год. Около 20%, иногда 30% этих операций. Это осложненные случаи. Мы в своей практике сейчас все больше и больше используем самые современные интерокулярные линзы, которые имплантируются в глаз вместо естественного хрусталика. Интерокулярные линзы, которые делаются по современным технологиям, так называемые мультифокальные. Да, это искусственный хрусталик мультифокальный. То есть он позволяет видеть на всех расстояниях хорошо. Если раньше вот этот искусственный хрусталик позволял видеть хорошо только вдаль, например, а для близи нужно было носить очки, то теперь мы имплантируем такие хрусталики, которые позволяют видеть и далеко, и близко, и на компьютере свободно работать. Внутри глаза имеется вот такая линза. Это как, в общем-то, очки внутри глаза. Это как раз хрусталик. Он у здорового человека прозрачный. Со временем вот этот хрусталик, он может мутнеть, и человек теряет зрение. И сам смысл операции заключается в том, чтобы вот этот хрусталик заменить на искусственный. И иной раз люди после таких операций начинают видеть даже лучше, чем они видели в течение всей жизни со своим прозрачным хрусталиком. Десять минут, и вы видите так, как никогда не видели. В мире существует даже такой термин, как русская катаракта. Это вот такая твердая, зрелая катаракта, которую, в общем-то, вырастить можно только, если вообще к врачам не обращаться в течение всей жизни. В этой клинике очень демократичная цена на операции по сравнению с европейскими, потому что там операция по удалению катаракты от 5 тысяч долларов идет. А как вам удается сохранять вот такие демократичные цены? Более половины всех операций, которые мы делаем, мы делаем вообще в рамках госгарантий. То есть это бесплатные операции. Пациенты, которые хотят, например, имплантировать какой-то импортный хрусталик. Эти пациенты, они, конечно, могут выбрать хрусталик, который они хотят имплантировать. И мы уже сделаем эту операцию на платной основе. Чаще всего какие операции проводятся в последнее время? Чебоксары – это второй город у нас в России по количеству пересадок органицы, хочу вам сказать. С Москва на первом месте, и к нам едут со всей России, и даже приезжают из ближнего зарубежья. У нас очень много приезжают пациентов с косоглазием. У нас великолепные хирурги, которые позволяют избавиться от вот этой патологии и у детей, и у взрослых с очень хорошим эффектом. Кроме того, у нас центр, который занимается декреологическими операциями. Это операции, которые выполняются при непроходимости слезных путей. К нам в Чебоксары очень часто и много пациентов приезжают именно с этой патологией, потому что наши доктора развивают это направление. Очень много своих наработок. Есть патенты, есть изобретения, есть даже те изобретения, которые взяты в разработку, скажем, японскими производителями и распространяются по всему миру. Я слышала, что к вам обращаются очень часто за переделками. Я правильно понимаю, вы переделываете работу других хирургов из других клиник? Ну, на самом деле, действительно, такое случается. Конечно, никто не застрахован. Если мы применяем самые современные технологии, самые щадящие технологии, то их должно быть минимальное количество. И у нас хирурги наши обладают экспертными знаниями. Наши хирурги настолько открыты, что к нам любят приезжать доктора из других регионов для того, чтобы поучиться именно у нас. Потому что у нас нет секретов. Мы готовы обучить всех. Мы за то, чтобы у всех все хорошо получалось, чтобы у наших пациентов результат был наилучшим. Для детишек у нас отдельное. Помещение, которое полностью оснащено и которое сделано таким образом, чтобы детям было удобно, комфортно. У них имеется отдельное помещение, отдельный вход. Все как положено по сампину. А если мы говорим о детских глазных заболеваниях, какие тенденции вы наблюдаете в последние годы? Связано ли это с тем, что дети уже зависимы от гаджетов? Абсолютно с вами согласна. Детишки мало того, что они постоянно сидят в компьютерах, в гаджетах, они мало гуляют, они мало занимаются спортом. И, конечно, это все провоцирует такой взрывной рост близорукости. Появилось очень много контактных линз, которые позволяют приостановить прогрессирование близорукости. Это специальные контактные линзы ночные, которые ребенок спит, в контактных линзах утром просыпается, снимает эти линзы и имеет прекрасное зрение. Есть такие линзы, которые имеют дневное ношение, то есть их можно днем носить. И они не просто улучшают зрение, они еще и способствуют тому, чтобы зрение не ухудшалось дальше, чтобы близорукость не прогрессировала. Сколько лет было самому маленькому вашему пациенту? То есть мы берем детей буквально с дней рождения. Детишки, которые рождаются раньше времени, у них недоразвита сетчатка, недоразвита сосудистая система. И поэтому у них они могут остаться практически без зрения. Мы этим деткам делаем лазер-коагуляцию сетчатки, мы этим детям делаем витрактомию. Это очень сложная операция, которая выполняется при отстойках сетчатки. Например, нашими хирургами разрабатываются специальные искусственные хрусталики, которые мы будем имплантировать маленьким детям, в том числе и годовалым детишкам. Респектр наших операций настолько велик, что я думаю, что мы можем похвастать практически тем, что где-то 95-96% всех существующих операций офтальмологических в мире мы можем делать. Редактор субтитров А.Семкин